всем привет друзья я вышла в этот ночной эфирчик просто записать видео чтобы она у меня осталось в ленте и на youtube вот даже если сейчас никого не будет вот главное я хочу записать свои мысли которые хотела бы я озвучить в прошлом и по моему в позапрошлом тоже эфире я озвучила такую тему щепетильную мои подписчики многие занимаются расстановками работой с родом забыла как еще эти темы все называются в таком ключе что все проблемы допустим да у нас от мамы с папой от рода бабушек прабабушек что там было в прошлом вот и если мы работаем с родом то типа мы так можем решить свои проблемы и я озвучила что для меня это полный бред и такая типа тема ну вообще меня не впечатляет и не советовала бы я с этим работать я хотела сейчас пояснить да почему это говорю чтоб на меня не обижались люди которые начали мне писать блин просто мои подписчики в афиге те панели мы тебя так любили а ты нас так опустила ты вообще не права столько сообщений получила вообще даже не ожидала на ютюбе тоже многие посмотрели в группе телеграм у меня многие посмотрели эту тему и какие блин что я несу типа вот я хотела бы пояснить почему я так сказала но зайду в эту тему с такой долгой и далекой стороны с другой стороны вот сейчас соберусь мыслями в кучку короче по поводу работы с родом зайду издалека любые наши проблемы со здоровьем мы уже знаем это психосоматика это стресс любой стресс неважно чем он вызван какими проблемами о чем мы там думаем неважно какой стресс вот что на него не повлияло бы да сам стресс влияет на наше тело на наши болезни и психосоматика первично идет от стресса вот потом конечно же когда у нас стресс мы уже начинаем себя впихивать всякую фигню типа еды синтетической да которая уже вызывает эти болячки на физике но сам стресс он обычно вызван переживаниями но а нехватки чего-то нехватки и потери там нет отношений нету денег что будет дальше как я буду жить о обвинениях себя и кого-то о чувстве вины стресс говорит ну и так далее то есть очень много деструктивных мыслей которые вызывают стресс и вот этот стресс уже влияет на психосоматику нашу на наше здоровье далее то есть далека захожу про рот наше тело оно ближе всего к нам да это уже самое близкое нападение психосоматики на нас во внешнем мире все проблемы долги да что угодно любая вообще проблема любой негатив любые непонятки это та же самая психосоматика просто на дальних подступах и если мы получается не решим какие-то проблемы на дальних подступах да они уже доберутся потом до тела и потом мы будем болеть то есть если мы не справляемся с проблемами во внешнем мире да то потом это доберется до нашего здоровья то есть все ближе и ближе сначала мы будем видеть проблемы во внешнем мире потом болезни у близких а потом они уже доходят до нас если мы это не решаем и психосоматика что тело что проблем во внешнем мире да все это стресс я уже сейчас не буду говорить что он там вызывается мыслями а мысли у нас токсичные которые вызывают этот стресс от нехватки чувств чувств в безопасности чувство любви чувство спокойствие чувство счастья чувство умиротворения и так далее то есть сначала первично у нас чувство потом они вызывают у нас негативные мысли негативные мысли вызывают стресс стресс влияет на тело и на внешний мир и психосоматика проявляется и проблемами и болезнями когда люди работают через рот они банально снимают стресс то есть ты такой с папой с мамой поработал простил их осознал там какие-то там свои ошибки на придумывал на фантазировал у себе с родом какие-то там поступки в прошлом твоих предков ты их прощаешь снимаешь чувство вины ты успокаиваешься то есть практически да это работа с родом она помогает она снимает стресс и поэтому все кто работает с родом действительно решают какие-то проблемы здесь сейчас на данный момент потому что ты убираешь этот стресс путем внушения там сама гипноза о том что все хорошо о том что ты там типа якобы кого-то простил тебя простили чувство вины снята больше никого не обвиняешь всех любишь плачешь ты такой позитивный и на какой-то короткий период от того что у тебя нету стресса да ты видишь как у тебя отходит болезнь потому что ты не стрессуешь ты видишь как у тебя отходят проблемы но корень этого стресса он не убран то есть временная такая помощь когда ты убираешь этот стресс через рот не меняется твои поступки я вот к этому хотел довести то есть ты с родом поработал стресс свой убрал поступки твои не поменялись потому что ты не поработал с шаблонами мышления которыми из-за которых ты действуешь так ли они они иначе которые тебя доводят до этого стресса твои собственные поступки так вот когда ты работаешь с родом вот такое отличие чем работа с мышлением что поступки не меняются а тогда любой человек кто работает с родом работает с расстановками они быстро снимают стресс это действительно так но у тебя линия поведения не меняется а раз она не меняется то все вернется на круг своя как говорится потому что я наблюдаю такую картину да очень много моих подписчиков моих блин близких друзей занимаются этой чухней с одной стороны это скорая помощь вроде как ничего но если глубже копнуть то ерунда потому что они постоянно в проблемах у них вечно нет денег у них проблемы с отношениями у них проблемы со здоровьем то есть люди которые очень долго занимаются с родом я знаю таких очень много людей у которых на курсах куча людей которые зарабатывают хорошие деньги которые на слуху их имена очень знаменитые но у них просто миллион этих проблем потому что линия поведения не меняется ты стресс снял на какой-то период времени и все как ты относишься с разным системам самопознание например матрица души но вот все эти системы вот как мне сейчас допустим просчитала девочка предыдущих эфирах рассказывала что она там занимается нумерологии астрологии она помогает тебе разобраться с собой но если ты узнав эту ситуацию не меняешь ничего в жизни ну да типа ну круто ну класса ну и узнала себе то есть если не поведение не меняется твои действия то толку от них нет но как скорая помощь как костыли направить куда-то человека там пофигу даже гороскопы эти если они во благо направляют человека чтобы он желал и менялся желал меняться и менялся вот в лучшую сторону находил все стороны которые можно на пользу себе обернуть миру в плюс да то ну почему нет хорошие системы но вечно опираться на них как костыли но по-моему это глупо если ты не меняешь свою жизнь там к лучшему как-то так вот поэтому про рот чтобы вы не говорили что это ну или ну это же работает я же вижу результаты у людей я понимаю результаты вы видите потому что вы быстро сняли стресс это круто это это классно это вы прям молодцы внушили человеку это само внушение сама гипноз идет когда он там копается и видит маму папу бабушек прабабушек там 10 поколение прошлой жизни и он такой блин все у меня будет хорошо самонастрой у него просто самонастрой что блин все мне теперь будет хорошо мне теперь все изменится он вдохновляется да что у него есть силы этот человек вдохновляется что он теперь молодец все у него будет круто и вот и именно его вот эти вот мысли классного настроя да и все и меняет вокруг но по сути это просто внушение можно не работать с родом точно также человеку внушить объяснить про его шаблоны будет такой же эффект только еще более долгоиграющий потому что у него действия будут меняться а не просто он на какое-то время хайпанул этого позитива хапанул ну и хайпанул тоже хапанул этого позитива уверенности в себе любви к себе всех простил весь такой прям на позитиве все что типа мне помогли помощь от рода пришла помощь от коуча проводника пришла и человек просто начинает верить в себя но то есть не сам метод работает понимаете потому что нету никакого рода работает его убеждение в том что блин я молодец мне помогает за мной целый род за мной сила то есть человек просто удовлетворен что он такой молодец он классный и горы свернул все по плечу то есть все вообще круто то есть за всеми этими методиками неважно с какими вы там работаете лежит просто вера в себя вот человек начинает верить что все у него теперь наладится какими методами психолог коуч добьется чтобы человек в себя поверил и вдохновился жить это неважно то есть можно и с родом работать можно это но сам по себе это иллюзия это сказка то есть как бы все эти методы это просто надумка и самовнушение придумка фантазия я не знаю как еще вам объяснить вот но они рабочие если человек доверяет слепо ну всякая мракобесия вот и это естественно поможет если он сам не может себя вывести на уровень классного состояния да можно через любое вранье чтобы он поверил человеку его вывести но опять же если там в этой системе не присутствует изменение привычек ежедневных постоянно себе на подкорку на подсознание записывать новые привычки мыслить новые привычки действовать то он обратно естественно ну не бывает такого чтобы всегда верх в позитиве был он будет все время скатываться но можно жить по дороге не скатываясь если ты все время меняешь в своем мышлении токсичные свои привычки откапываешь их находишь изменяешь да и на пользу все время используешь что-то новое вот поэтому я и сказала вот так вот про рот но с одной стороны да это работает ну блин повторяться не буду лучше эфир пересмотрите то есть он работает этот рот но не так как все думают все думают что это действительно целый рот там за тобой следит ты с ним поработал ты поблагодарил там всех всех простила они тебя они наделили силы тоже наделил там силы в этом всех простили полюбили обняли и все хорошо пожалели посочувствовали и так далее на время это хорошо ну что я могу сказать вот но на самом деле это иллюзия про этот рот но нету его здесь сейчас мы находимся и все что вокруг у нас творится это наши мысли на сегодняшний день вот о себе и об этом мире меняются наши мысли да меняется окружение поэтому не обижайтесь на меня пожалуйста ребят у вас есть такой метод метод основанный на лжи но он работает причем прям великолепно после каждой сессии человек может просто идти летать творить кайфовать у него все спорится у него все получается потому что у него офигенный настрой потому что он поверил в сказку в красивую и у него поэтому все классно но если у него при этом не меняются привычные действия то это очень быстро проходит и психосоматика о себе даст снова стресс опять придет по другому поводу можно раз и навсегда один шаблон там например плохо хорошо второй шаблон там долго быстро третий шаблон там тяжело легко трансформировать они будут влиять на все сферы жизни а не просто проработать какую-то одну проблему ты ее поработал будет другая поработал будет третья поработал будет четвертая можно изначально убрать я не знаю 50 процентов проблем вот но мир конечно будет их бесконечно подкидывать но совсем другого рода не такие же там здравствуй грабли одно и то же вот надеюсь я смогла блин донести мысль ничего плохого не хочу сказать про коучи которые этим занимаются их так научили как врачей наших научили верить в 95 процентов сказки и они даже не понимают врачи фармацевты врачи причину болезни они ставят диагнозы и выписывают синтетические витамины с лекарствами но почему бы этим врачам или нутрициологам эти же витамины не искать в живой еде настоящие витамины живые а не синтетические которые не имеют ничего общего допустим да вся и фарма индустрия пищевая промышленность на такой лжи просто построена точно так же все эти рабочие методы которые работают ненадолго ну или некоторые техники людям приходят в потоке почему они тогда неэффективны то ли люди врут то ли в потоке ченнелинги людям хрень приходит да я не знаю не обобщайте уж так сильно я не говорю про методы что они неэффективны даже работа с родом она эффективна но вопрос насколько она эффективна и это лживый метод он основан на лжи но он эффективен и это действительно снимает стресс стресс причина наших болезней стресс причина того что творится в мире причина стресса триггеры различные снимают триггеры снимают стресс окей стресса нету болячки проходят стресса нет проблемы исчезают это действительно рабочие все методы они работают но они на лжи построены не на истине понимаете вот когда человеку через ложь внушают что он станет сильным крутым молодцом и все у него пойдет как послу и он в это верит и у него действительно идет все классно по маслу и все решается то есть сам метод доложивый но эффективность от него офигительная понимаете вот о чем я пытаюсь сказать но эффективность классная решаемая в моменте не факт что она долго прослужит эта эффективность человек быстро сдуется потому что у него не меняются привычные действия шаблоны у него не меняются может быть какие-то щелкают да но это там крупица в море я об этом пытаюсь сказать Нелли а тебе приходит в потоке новая информация по разным сферам я не понимаю если честно говоря слово мне приходит в потоке даже когда я так говорю я сама этого не понимаю что значит в потоке ну это новомодные слова информация она всегда со мной она как бы мне не залетает не приходит я не слышу голоса никакие там хатабычи мне на ухо ничего не шепчет как некоторым вот в моменте когда есть вопрос любой у меня к себе либо ко мне от вас я просто начинаю рассказывать не думая не думая вот мозг каждого человека он настолько сверх не описать словами человеческими сверх мощный он может обрабатывать настолько большой огромный объем информации и мы через себя этот объем информации пропускаем просто кто-то фиксирует эту информацию кто-то нет и ко всем приходит поток информации ветер я не знаю дерево листва кот пролетающая машина пролетающая птица дождь погода там не знаю пролетающие облака все несет информацию то есть каждая частичка в этом мире это источник информации и мы черпаем от этого мира информацию постоянно бесконечно но просто кто-то может эту информацию обработать односекундно в моменте и дать любые ответы на любые вопросы кто-то не может но не может не потому что он действительно не может мозг может все у каждого а потому что его не учили на этом фокусироваться с детства нас не учили обрабатывать информацию нас не учили фиксировать ее считывать ее и поэтому ну у кого-то вообще никаких ответов в этой жизни нет вечно всех надо спрашивать потому что эти люди очень сильно зависимы от ума который делит все на холодное горячее на плохое на хорошее на черное на белое и выбирает какую-то всегда одну сторону и упрямо не желает видеть с разных сторон одно и то же очень быстро пропадает внутренний ребенок в спячку ложится как медведь зимой дети они ж как познают мир они пока какашку в десять раз там ее не попробуют на стены не намажут пальцем не потыкают не подберут не понюхают я не знаю что угодно с ней не сделают они ее изучают со всех сторон они даже зная что какашка это какашка и на вкус и на цвет и на запах и откуда она берется и куда потом девается они все равно будут ее познавать бесконечно пока там родители не отругают и там не будут следить то есть дети они все время пытаются в одном и том же найти новую информацию они будут разглядывать щупать пытаться куда-то это засунуть применить и так далее вот а мы все время ну с возрастом блин от каждого часа от каждой минуты взрослее перестаем изучать перестаем удивляться мы один раз что-то увидели услышали сейчас вот пример на оливках или пример на любой еде мы сразу дали этому оценку и эта оценка становится на всю жизнь мы не хотим рассматривать ее с другой стороны например человек пробует оливку в хорошем настроении она ему понравится если он попробует в плохом настроении она ему не понравится в первый раз ну либо какие-то будут другие факторы давайте не оливку хорошо что угодно у меня плохое настроение что бы я не попробовала мне ничего не понравится да все будет бесить вот все бесить будет вот что мне не дай макияж сделают мне там мастера я скажу дрянь подстригут у меня плохое настроение мне не понравится я буду психовать и плакать потому что у меня такое настроение настрой я вижу все в таком черно-белом некрасивом цвете узко а если человек в офигенном настроении его угостят какой-нибудь фигней да ему это очень понравится ну потому что этому будет сопутствовать куча триггеров что это ему дал там лучший друг либо ассоциироваться это будет там с бабушкой которая там пекла классные пирожки или еще что-то мы с чем-то все это ассоциируем мы даем в первый раз оценку и потом не хотим эту оценку менять хотя это настолько все многогранно и просто зависит от нашего настроя здесь сейчас и с чем ассоциируется если какой-то человек которого мы не любим нам что-то даст нам это не понравится либо даст попробовать нам это не понравится как бы это еще объяснить а если это сделает любящий человек то мы даже говняшку съедим с кайфом мы скажем как вкусно потому что это любимый человек приготовил любимые руки безрукой мамы приготовят всегда вкусняшку даже если она вообще не умеет готовить а супер классный повар до которого нам дела нет приготовит мы скажем плохо потому что у нас настроения нет и один раз получив какой-то триггер на что-то сопутствовала там ситуация настроение мы не хотим это менять взгляд не хотим менять мы не хотим заново изучить и попробовать мы всю жизнь будем считать что это невкусно хотя при другом настроении если ты их попробуешь закроешь глаза там прочувствуешь вкус запах может быть поймешь что это очень круто я например относилась к фруктам ну так себе не еда не вкусно сейчас я не представляю я с легкостью меняю свои взгляды и свое упрямство с детства прорабатываю вообще козерок упрямый однобокий вот и я знаю этот минус свой и поэтому я всегда упрямо теперь использую это качество упрямства упрямо менять свое упрямство менять упрямо свое видение о чем-то упрямо менять убеждение свое о чем-то заново попробовать не понравится надо в следующий раз попробовать с другим настроем и каждый раз ты понимаешь что все не так как было в первый раз или бывает наоборот нам что-то нравилось а потом мы пробуем а нам это не нравится и мы говорим переели ну я все переела клубники больше я ее не люблю просто срабатывает какой-то триггер что в один момент вас там очень долго тошнило вы теперь ассоциируете клубника равно тошнота и больше ее в жизни не будете есть хотя при другом настрое ее можно попробовать и будет круто ну я еще даже не знаю как объяснить еще с какого боку Нелли я задумывалась недавно насчет матрицы мировых правителей в итоге пришла к выводу что мы сами их породили и заслужили все же справедливо получается ну конечно справедливо да я тоже так считаю некоторое время назад я поняла что не хочу общаться с некоторыми подругами так случилось что отношения испортились но мозг не успел привыкнуть что ли по привычке надо общаться будто ну ты же уже понимаешь ответ на свой вопрос что не надо ну банально не нужно все я хотела записать эфир чисто только для того чтобы сохранить его и он у меня был и я давала послушать тем кто убеждает меня и не пересказывать им по тысячу раз про работу с родом а ты общаешься с подругой с которой вы сериал деньги вели Ольгой Дамажировой нет я не общаюсь уже два года это мы не ссорились ничего просто я уехала жить в Турцию я так понимаю она уехала жить на Бали и мы больше не пересекаемся ну я воспринимаю людей как путников которые пришли всех людей как путников которые пришли дали какой-то урок послужили тебе и ты им послужил для взаимодействия определенного на каком-то этапе да и дальше ваши дорожки должны разойтись и как бы никто ничего никому не должен вот и за кого-то держаться по привычке ну это глупо тем более когда мы растем а наше окружение нет надо из этого окружения обязательно выходить ну потому что оно тянет вниз так все спасибо я записываю этот эфир и оставлю буду его всем давать кто мне опять прород начнет загонять всем пока обнимаю